В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Борисова. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Почем гречка? В муниципалитете прошел рейд по мониторингу цен на ряд жизненно важных товаров. Это задача директора магазина своевременно сообщать высшестоящему станции об отсутствии этого товара, либо о его дефиците. Кто такой гириатор и как к нему попасть? Наша съемочная группа отправилась на прием к этому специалисту. У меня проходит комплексная такая гириатрическая оценка, которая включает посиндромную оценку состояния пациента. Легко ли быть героем, когда тебе 10? Юный видновчанин спас друга провалившегося под лед. Я думала, что вдруг может утонуть, погибнуть. В последние дни на полках магазинов можно наблюдать нехватку некоторого продовольствия. Эксперты связывают это с элементарным ажиотажем. Однако некоторые коммерсанты умело на ситуации спекулируют и поднимают стоимость. В связи с этим по поручению председателя Совета депутатов Ленинского городского округа в муниципалитете состоялся рейд по мониторингу цен на ряд жизненно важных товаров. Сколько сейчас стоит гречка и можно ли где-то купить сахар, узнала Юлия Пагасьян. Во время локдауна пандемии COVID-19 граждане скупали туалетную бумагу. Сейчас в связи с санкциями переключились на сахар и средства женской гигиены. В дефиците также всеми любимая гречка. Ритейлы просто не успевают пополнять запасы. Но это не причина увеличивать цены. Так считают в муниципальном совете депутатов. В рамках постановления правительства Российской Федерации, а также администрации Ленинского городского округа по поручению председателя Совета депутатов Радченко Станислав Николаевич сегодня был запланирован выезд на предмет анализа и мониторинга цен на те стратегически важные продукты, которые сейчас на сегодняшний день стали очень сильно востребованы. Министерство сельского хозяйства определило перечень товаров, цены на которые не должны превышать обычный уровень. Рейд депутат Черников и представитель отдела потребительского рынка администрации округа провели в поселке Боброво. В некоторых магазинах инспекторов принимали весьма агрессивно. Не надо, грубо, вы нормально говорите. Да мне не нужно передавать информацию. Вы покажите, где у вас располагается сахар, гречка, крупа. Вот он здесь располагается, крупа здесь располагается. Я же не прошу вас мне комментарий давать. Представители розничных сетей оправдываются. Цены на стратегически важные товары кажутся высокими только потому, что все дешевое быстро разбирают. Остается дорогой товар. Крупа, в том числе гречка, яйца, соль есть везде. А вот сахара нигде не обнаружили. Похожая ситуация и со средствами женской гигиены. Полки практически пустые. Теперь мы будем вашими периодически постоянными клиентами, поскольку сейчас в это тяжелое жесткое время, мы должны смотреть и отслеживать, поскольку это поручение правительства Российской Федерации. Чтобы мы пришли, например, завтра, и сахар уже был. Прокладки, которые отсутствуют, они тоже должны быть там на месте. Не будем ждать желаний сверху, а будем проявлять инициативу слизи. Давайте таким образом посмотрим. Мы видим явный перекос, точнее, недостаток обратной связи от руководителя на местах магазина с региональными распределительными центрами. Это задача директора магазина своевременно сообщать высшестоящим инстанциям об отсутствии этого товара, либо о его дефиците, для того, чтобы каким-то образом эту ситуацию выравнивать. Я думаю, что мы со своей стороны поможем директорам и донесем эту информацию до региональных представителей вот этих торговых сетей, которые мы сегодня с вами обследовали. Работа в этом направлении продолжится и затронет всю территорию Ленинского городского округа. Юлия Погайсян, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видно этого. Сезонное обострение хронических заболеваний традиционно происходит дважды в год осенью и весной. Особенно страдают от букета возрастных проблем представители старшего поколения. С недавних пор комплексным решением сразу всех вопросов бабушек и дедушек занимается врач-гириатор. Как записаться к этому специалисту, выясняла наш корреспондент Галина Житкова. Во взрослой поликлинике Витновской районной клинической больницы принимают врачи узкого и широкого профилей. Пациент всегда может обратиться к специалисту для того, чтобы решить проблемы, возникшие со здоровьем. Недавно в инфомате появилась новая строка для записи к доктору, который занимается непосредственно представителями старшего поколения. Сейчас у нас начал принимать врач-гириатор, который занимается именно пожилыми пациентами, консультирует их, назначает все необходимые исследования, и он уже решает и записывает в том числе к тем узким специалистам, помощь которых нужна данному пациенту. Это очень удобно, потому что пожилые люди не ходят по поликлинике, им не нужно бегать по этажам. Врач-гириатор принимает каждый понедельник и среду в кабинете 410. Доктор занимается как профилактикой, так и лечением проблем со здоровьем. А таковых к этому периоду накапливается немало. Список заболеваний и лекарств обычно бывает довольно внушительным. У меня проходит комплексная такая гириатрическая оценка, которая включает посиндромную оценку состояния пациента каждого, каждой бабушки, каждого дедушки. То есть я оцениваю, например, как работают когнитивные функции у пациента. Это с помощью различных тестов мы смотрим на память. Возрастные пациенты всегда обращались за помощью к разным специалистам. Но теперь можно в одном кабинете и у одного доктора найти ответы на многие свои вопросы. Врач поможет не только подлечиться, но и определит степень самостоятельности дома и на улице. Проведет профилактическую беседу о том, как избежать падений и потери мышечной массы. Лучше, чтобы ко мне приходили пациенты, которые уже с готовыми анализами. То есть от терапевта, от любого узкого специалиста. Но я сама тоже могу также и выписать направление на общие анализы какие-то, на более глубокие анализы, которые мне нужны. Это там УЗИ, например, МРТ, КТ, если это нужно. Главная задача врача-гириатра – сделать все необходимое для улучшения качества и продления жизни пациента старшего поколения. И, похоже, доктор намерен справиться с этой задачей на отлично. Галина Житкова, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видное ТВ. Не пройти мимо, протянуть руку нуждающемуся в помощи человеку. Поступки, которые необходимы в любое время, от которых под чах зависит здоровье и жизнь людей. Но любой ли из нас способен на это? Герою нашего следующего сюжета всего 10. Он учится в третьем классе и еще совсем недавно и не думал, что и в его жизни найдется место подвигу. Пусть и небольшому. Татьяна Брылова продолжил тему. Это случилось 2 марта. После школы мальчишки пришли сюда поиграть. Один случайно поскользнулся и, пробив ногами лед, который достаточно тонкий, провалился в воду. В тот момент Мухаммад находился в нескольких десятках метров от того места, где в воду провалился его друг. Мне сказали, что он тонет. Я побежал сюда, он был в пруду. Я его захватил за руку и вытащил. Рядом были люди и дети, и взрослые, но почему-то никто не спешил прийти на помощь мальчишке. Мухаммад же, не раздумывая, бросился на выручку. Я думал, что вдруг может утонуть, погибнуть. Испугался, просил помощи, чтобы ему помогли. Все закончилось благополучно. Мальчишка промок, но даже не заболел, в чем, возможно, тоже заслуга нашего юного спасателя. И об этой истории, скорее всего, практически никто бы и не узнал, если бы не комментарии под постом в соцсетях руководителя спортивного клуба «Орлена» Гаджимурада Гаджимурадова, где на фото был Мухаммад Елхароев, как участник соревнований под дзюдо. Так дорога привела нас в Орленок, где тренируется Мухаммад. Нас и еще очень важных людей, которые решили, что поступок 10-летнего мальчика достоин уважения. Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому городскому округу Сергей Дишкин вручил мальчику благодарственное письмо от главного управления МЧС России по Московской области. Этот мужественный и смелый поступок будет примером тысячам граждан Ленинского городского округа, ценящим дружбу и взаимовыручку. Уверен, что спасенная жизнь положит начало целой череды добрых твоих дел. И от главного управления МЧС России по Московской области дарим тебе благодарственное письмо за твои правильные действия и твой правильный поступок, мужеский поступок. Сергей Дишкин подарил юному спасателю модель пожарной машины и сказал, что именно таких смелых ребят и ждут на службу в МЧС. К слову, Мухаммад и правда мечтает о профессии спасателя и с детства воспитывает в себе самые лучшие мужские качества. Надо отметить, что он растет в большой семье, где шестеро детей. Заместитель главы администрации Ленинского городского округа Татьяна Квасникова поблагодарила его родителей и тренеров за правильное воспитание. От себя лично и от главы хочу сказать благодарности тренерам, руководителям, которые воспитывают вот таких вот героев. И глава Ленинского городского округа просил передать письмо благодарственное родителям Иял-Хароеву Мухаммаду. В этот день наш маленький герой также получил подарки от директора городского центра спорта Григория Авдеева, от газеты «Видновские вести» и грамоту от нашего телеканала. А после сделали фотографию на память, чтобы это событие запомнилось всем, в том числе и ребятам, что тренируются вместе с Мухаммадом. Кстати, мальчишка, по словам тренера Станислава Ионова, очень целеустремленный. Он один из первых маленьких, который выполнил «Желтый поезд», боролся на соревнованиях, выиграл. Потом второй-второй, потом опять первый. То есть он добивается своего и ходит и в старшую группу, и в младшую. Мы занимаемся не только спортом, а и мы также уделяем внимание для общего развития, для духовного развития. Мы учим, что такое хорошо, что такое плохо. Ну и естественно, что когда возникает такая ситуация, где ребята остаются небезразличными, протягивают руку. И становится примером для своих жировесников. Ну а сейчас, пока лед еще держится, но он совсем тонкий и представляет угрозу для жизни, стоит быть осторожным. И ни в коем случае не испытывать его на прочность. Татьяна Брылова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. В Ледовом дворце Арктика стартовали просмотровые сборы в новую профессиональную хоккейную команду «Видное». Ребята уже в грядущем сезоне должны принять участие в Национальной молодежной хоккейной лиге. На сборы приглашены полевые игроки и вратари 2002-2006 годов рождения из Москвы и всего Подмосковья. Начинается просмотровые сборы в хоккейной команде «Видное», которая будет участвовать в чемпионате молодежной хоккейной лиге. Ребята уже приехали, готовятся. Первый тренировочный день. И будем до конца мая просматривать игроков для того, чтобы подписать контракты с наиболее подготовленными хоккеистами. В новую профессиональную молодежную хоккейную команду войдут 25 игроков. Отбирать будут, исходя из желания играть и побеждать физического состояния хоккеистов, их игровых качеств и тактических умений. Мы будем, так сказать, планировать тренировочный процесс. И на фоне этого тренировочного процесса будем начинать с теми, кто есть, и потихонечку менять слабые звенья, так сказать, усиливать команду. Будут товарищеские матчи, в которых можно будет, так сказать, отслеживать динамику развития игроков. Вратарей обычно 3-4. Поэтому у нас сейчас на сборах 5 вратарей будет. Поэтому кого-то отсеем, скорее всего. Но конкуренция сейчас будет. Ребята будут биться за место в составе. Поддержать благое начинание решила и благочинная церкви Видновского округа Дмитрий Березин, который перед отборочными играми отслужил молебен. Слава Богу, что создаются новые команды, что ребята занимаются спортом. Потому что спорт, он фактически укрепляет дух человека. И дух побеждает тело. Потому что это очень такой простой труд на самом деле. Цели у организаторов довольно амбициозные. В планах принять участие в первенстве национальной молодежной хоккейной лиги. И как минимум попасть в плей-офф. В перспективе у нас в ближайшее время после регистрации в Минюсти запуск юниорского клуба, юниорской школы. То есть юниоров, которых сейчас практически в Московской области нигде нет. Задача выстроить на базе Ледового дворца, на базе города Видное. По сути, хоккейную академию полного цикла. Сборы в Ледовом дворце Арктика продлятся до 31 мая. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Елена Кошлева. Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Борисова. До встречи.